Приветствую вас. Я думаю, что глобально проблема заключается в том, что вы аноним, хотите хорошего к себе отношения. И вот именно нехватка хорошего отношения, потребность хорошего отношения, как некая компенсация того, что вы сами чувствуете по отношению к себе, и является той глобальной проблемой, которая, как мне кажется, исходя из вашего текста, определяет то, что происходит с вами сейчас, в данный момент. Конечно, это не единственная проблемная, так сказать, позиция, возможно и другие позиции, но не вдаваясь пока в подробности, да, вот, я думаю, что выделить можно именно это. Итак, парень не хочет жить со мной, но при этом принял подругу, которая будет у него жить примерно 2 месяца. Что делать? Что делать, чтобы что? Поведение вашего мужчины, вашего парня, сложно назвать, нормально. Поведение вашего парня, сложно назвать, направленным на вас, сложно назвать, ориентированным на вас. И сказать, что человек ценит вас, уважает вас, считается с вами и любит вас нельзя. Но при этом вы сами это в дальнейшем подтверждаете, то есть вы подтверждаете тот факт, что мужчина вас не ценит. То есть, что делать, чтобы что? Нам нужно вот вам определиться с этим. Дальше. Встречаюсь с парнем около года. Какие у нас отношения, не знаю, когда пытаюсь спросить, злиться, задают вопрос, а сама как думаешь? Я не считаю, что вопрос можно ставить именно так, какие у вас отношения. Я думаю, что вопрос можно ставить несколько иначе, а именно, что между вами общего, например, как он относится к вам, как вы относитесь к нему, чего он хочет для вас, чего вы хотите для него и насколько вас это устраивает. Понимаете, когда человек пытается понять, какие отношения у него с кем-то, с кем-либо, он пытается отношения обозреть. Он пытается посмотреть на отношения исключительно умозаключительно, с точки зрения когнитивного аспекта. Но отношения это то, что человеком проживается, это то, что человеком чувствуется. И здесь важно, чтобы партнер как бы дополнял, раскрывал вас, чтобы вы раскрывались в партнере дополнительно, не только в нем, дополнительно. Это очень важно. Далее, для чего вы пытаетесь спросить у мужчины, какие у вас отношения. То есть здесь я могу сделать вывод, что вы в себе не уверены и вы не полагаетесь на себя. Потому что, если бы вы полагались на себя, если бы вы полагались на себя, то вы бы не спрашивали у мужчины, какие отношения у вас. Вы бы сказали сами, какие у вас отношения. А так получается, что вы сами в себе сомневаетесь и хотите, чтобы мужчина вам помог эти сомнения, например, развеять. Но мужчина, он ведь чувствует, он чувствует, что вы от него зависите. Он чувствует, что вы в нем нуждаетесь. И, соответственно, это позволяет ему вами манипулировать. Потому что это дает ему понимание того, что вами можно управлять. А это соблазн, от которого достаточно сложно отказаться. Поэтому я бы сказал, что здесь вы перекладываете ответственность. Дальше, значит, он злится и задает вопрос, как думаешь сама, что этот мужчина, он не хочет озвучивать, потому что, на мой взгляд, боится ответственности. Вот, и не хочет брать на себя обязательства. А не хочет брать на себя обязательства, потому что, а зачем? Если вы ничего от него не требуете. Если вы не заявляете о своих интересах. Если вы не отстаиваете их, свои интересы. Так, у меня много мыслей по этому поводу. Так как с его кругом друзей я не знакома, он не хочет этого. И еще не хочется, чтобы кто-то знал, что у него есть я. То есть, по сути, мужчина вас скрывает. Я так понимаю, что не очень понятно, стыдится ли он вас или нет. На этот вопрос вы, я думаю, ответить не сможете сейчас. Да это, наверное, и не так важно, как то, что позицию, которую мужчина для вас сформировал, является унизительной для вас. Обесценивающих. И вы почему-то это терпите. Вы почему-то продолжаете это терпеть. Вы почему-то, эм, как будто бы, ну, считаете, например, что достойны этого. Или считаете, что он так и должно быть. То есть, да, мужчина вас стыдится. Это правда. Это правда, что мужчина вас действительно стыдит. Это правда, что он человек, значит, вас не ценит. Это правда, что человек вас скрывает. Но вы как позволили этому случиться? И опять же, и опять же, вы говорите про него, вы говорите про его отношение к вам. Да? Но вы не говорите про свое отношение к человеку. Например. Вы не говорите про то, как вы к нему относитесь. Вы не говорите про то, как вы к себе относитесь, например. Вы не говорите про то, чего вы для себя хотите. Вы не говорите, как вы воспринимаете то, что происходит между вами, встреча. Он за мной практически не ухаживал ни разу, не было такого. Следочки, кафе, коньки или еще что-то. Допустим, не каждый мужчина может что-то делать для своей девушки. Да, не каждый мужчина, допустим, может что-то делать. Вот, не каждый. Но, вопрос заключается в том, насколько у него, я имею ввиду, у мужчины, есть необходимость что-то для вас делать. Понимаете? Какая штука? Вот что важно. Пока что, судя по тому, что вы описываете, он за вами не ухаживал. Инициатива всегда исходила от вас. И вы не дали ему понять, что вас это не устраивает. Вы не дали ему понять, что вы так не хотите. Вы не заявили о своих чувствах. Вы не заявили о своих желаниях. Вопрос. Опять же. Вопрос. Вопрос. Почему? Дальше. Так, инициатива всегда с моей стороны. Насколько вам это нравится, насколько вас это устраивает, что инициатива всегда с моей стороны. Хотя, он часто хвастается, какие комплименты в виде шоколадных шариков дарит коллегам-девочкам. Опять же, здесь есть такое ощущение, что мужчина просто использует вас для того, чтобы как-то вот самоутверждаться за ваш счет. То есть, есть ощущение, что мужчине будут нужны, чтобы доказать себе, ну, что-то. Просто что-то доказать. Да, бывает, он спрашивает, что тебе купить, если что-то хочешь, пожалуйста, но мне не хочется просить только потому, что для других он делает и не спрашивает, хотят ли они это или нет. Я правильно понимаю, аноним, что вы сравниваете себя и других людей. Ну, в частности, девушек. Почему? Ведь мужчина по-разному может воспринимать вас. Мужчина может, пожалуйста, по-разному воспринимать отношения. И если он предлагает вам таким образом взаимодействовать с собой, то отказываясь, вы, по сути, закрываете путь к раскрытию его, то есть мужчины, перед вами. Я вас не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы спросили себя, устроит ли вас такое же отношение к себе, как и к другим. Так же, как он, вы хотите поставить галочку. Так же, как он, хотите ли вы что-то доказать. Если нет, то вам, вам можно просто принять то, что он пытается вам дать. Естественно, перед этим спросить себя, насколько вас это устраивает. Но только потому, что он как-то по-другому делает для других, да, вот столько, поэтому вы пишете. Это элемент сравнения, элемент сравнивания себя с другими людьми. Так, значит, дальше. Мне это очень неприятно. Почему? Потому что вы чувствуете себя, как бы, отделённой, вы чувствуете себя, как бы, униженной. Но, опять же, это то, как вы воспринимаете ситуацию. А мужчина может видеть её по-другому. Раз. Два. Вы позволяете ему так с собой обращаться. Потому что, не помню, говорил я или нет, необходим мотив. Вот, мужчине необходима мотивация для того, чтобы для вас что-то делать. Дело не в подарках, просто очень хочется хорошего отношения. Ну, про это я уже сказал в самом начале, да, про хорошие отношения. Когда я ему звоню, он находится в какой-то компании, разговаривает со мной так, как будто я посторонний. Ну, то есть, не хочет вести себя, как будто у него девушка. Такое поведение характерно для мужчин, которые боятся отношений, так как для них это слабость, это не свобода, это какое-то предательство свободной жизни. То есть, опять же, здесь не обязательно это означает, что мужчина плохо к вам относится, да, это не означает, что человек вас как-то не ценит и так далее. Но это означает, что для него отношения являются сейчас чем-то, что его сдерживает. А необходимости ценить вас у него нет, потому что вы себя подставили так, что он знает, что может, ну, вести себя с вами так. И ничего ему за это не будет. Да и сам он мне не звонит вообще никогда. А почему? Ну, то есть, как, как так вышло? Эмммм, так, недавно я узнал, что он устроил свою подругу, с которой знаком был год и к себе на работу. Она переезжает из другого города и пару месяцев будет жить у него. Ну, про это я, в принципе, тоже уже вроде бы говорил. Я спросил, а почему он со мной жить не хочет, а ее пригласил? Вот опять, да, вы сравниваете, вы сравниваете, ребят. Понимаете, тут вопрос не в том, что он ее пригласил, а с вами жить не хочет. Вопрос в том, насколько он стремится проводить с вами время. При тех условиях, которые вы описали, это нормально, что он пригласил подругу, а не вас к себе пожить. Потому что он вас не ценит. И вопрос вот этот вы задаете, по сути, уже в уходящий, в уже ушедший поезд. Потому что отношение к вам сформировалось. Вы, эммм, как бы сейчас, эммм, ну, пытаетесь свою проблему, эээ, ну, вот, свои проблемы решить через молодого человека. И вы задаете такой вопрос. То есть, это вас еще больше обесценивает, еще больше. Так, эээ, я спросил, а так, эээ, ее пригласил, он только разозлился. Ну, то есть, по его мнению, вы должны просто, эээ, все принимать, эээ, терпеть. И, ну, не заявлять ничего о своих интересах, опять же. С моей стороны, не было никаких истерики, я не ругал, ничего, просто спросил, а он разозлился и теперь не пишет и не отвечает. Слушайте, ну, я могу предположить, что здесь есть некая проблема, проблема его, не ваш. Ммм, могу предположить, что человек болезненно реагирует, когда его пытаются ограничить, да? Именно поэтому он выбрал такие свободные, эээ, свободные отношения. Но, вы говорите о нем, вы не говорите о себе. Не говорите о том, эээ, почему все это стало возможным в вашей жизни. Эээ, так, я только вижу из фото, фото из мест, где он гуляет по барам. Мне очень неприятно, обидно, я расстроен. Почему вам неприятно, эээ, из-за чего, из-за чего вам обидно, и из-за чего вы расстроены. Давайте это разберем. Вот поработаем просто с вашими чувствами. Обиды это ожидания, соответственно, у вас есть какие-то ожидания, у вас были какие-то ожидания, вот. Вопрос заключается в том, что вы ответственность за них, за свои ожидания, перекладываете на мужчину. Я, я не знаю, что делать дальше, чтобы что. Я не хочу его терять и расставаться, и, и расставаться с ним. Почему? Ну, вот, серьезно, эээ, серьезно, почему вы не хотите его терять и с ним расставаться? Ну, давайте подумаем, подумаем над ответом на этот вопрос. То есть, понимаете, если вы его любите, то вы хотите, чтобы он был счастлив. Если вашему любовь. Но с вами он не счастлив. По крайней мере, счастливее он не становится с вами. Любовь это принятие. Это безусловное принятие партнера. Вы его не принимаете. Какие-то его шаги, какие-то его действия, какой-то его подход. Вы это не принимаете. Я не говорю, что вы должны принять. Я говорю, что вы не принимаете. Значит, о любви вечно идет. Но, коли речь не идет о любви, тогда о чем идет речь? О вашей привязанности к нему? О вашем желании быть с ним? О вашем желании хорошего отношения? Но ведь это ваше желание. И никто, в том числе и молодой человек, не может вас в этом удовлетворить. Потому что это ваша внутренняя психологическая проблема. Это ваш внутренний психологический конфликт. Конфликт со самой собой. И желание что-то кому-то доказать. В первую очередь, наверное, вы доказываете кому-то из своих близких. Из своих родных. Так, эээ, ну и чтобы с ним делать другая, пусть даже просто по-друге, я не хочу этого. Но он меня даже не слушает. Что делать? Опять же, что делать, чтобы что? Аноним. Чтобы что? Вот вы запрос к психологу сформулируйте, пожалуйста. То есть, что вы хотите. Что вы хотите, чтобы психолог... В чем вы хотите, чтобы психолог вам помог? Потому что не очень понятно. У вас, по сути, есть два, эээ, два варианта. Ну, не два, а даже три. Три варианта. Эээ, первый вариант. Это принять молодого человека как есть. Таким, как он есть. Второй вариант. Это не принимать и уйти. Третий вариант. Это принимая его, заявлять о своих интересах. Третьего. Вот и все. Но... Вы не можете сделать ни того, ни другого, ни третьего. В чем суть. И вам необходимо выбрать то, что вы хотели бы. То, что вы хотите. Вам необходимо выбрать то, что вы хотите. Для того, чтобы двигаться к этой цели. Чтобы работать над запросом. Вот, в принципе, так. Пока что вы жертва. Вы находитесь в состоянии жертвы. И... Это состояние жертвы не позволяет вам самостоятельно взять ответственность в свои руки за то, что вы делаете. Так вот я вижу. Я не думаю, что кто-то может подсказать вам, что делать. Я думаю, что вы можете это сами решить. Например, в ходе терапии. В ходе психотерапии. Со специалистом. Вот. Я думаю, так. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Разрешит вам.